Есть женщины, которых не ждут мужчины. Есть женщины, которым вообще никогда не придет мужчина. Невзависимо от тебя она будет с тремя детьми или без троих детей. Ей будет 50 лет, либо 22. И это никак не связано с мужчинами. Это связано с женщинами. То есть вот ваше состояние, оно определяет все. Потому что, знаешь, состояние у женщин, оно... Оно, оно как бы, оно имеет запах. Вот та женщина, которая пахнет радостью, которая пахнет удовольствием, к ней придет мужчина в 20, в 25, в 30, в 35 и в 40. Он не идет на детей, на их наличие или на их отсутствие. Мужчина идет на вибрации, на женские. И мужчина всегда приходит в жизнь женщины и делит с ней то, в чем она находится. Либо усиливает это, либо как бы усугубляет. Привет! Послушали, посмотрели, да? А теперь давайте сделаем выводы. Вот это она еще когда нос так... Понюхала, почесала, я не знаю, потискала, потерла. Выглядела, на мой взгляд, жидковатая, как будто какая-то женщина под веществами. Так вот, она говорит, что это вот просто особая энергетика, якобы от женщины сходит, да? Вот этот запах именно. То есть это что-то на невидимом. Но по факту есть просто женщина, которая умеет талантливо играть в демо-режим. И женщина, которой нужен мужчина, она по определению будет вести себя как женщина, которой нужен мужчина. И, соответственно, она покажет, какая она хозяюшка хорошая, как с ней весело, легко, какая она такая задорная вся. Ну, прям супер-пупер. Прям вот их хочется с такой быть, и хочется такую защищать, и хочется вот с ней отношения строить. Но по факту, когда вы уже в эту кабалу влезете, вы поймете все прелести отношений с женщиной, которая, например, трое детей, да? Которая там такая-не такая ненормальная, да? С проросом, с какими-то жутким, да? А-ля там эскорт, я не знаю, вебкам или еще что-то. То есть когда женщине нужен мужчина, она, конечно, так спляшет, так сыграет, что вы не поймете, как попались в эти долбанные сети. Так что никому не верьте и будьте аккуратнее.